Звездой сегодняшнего влога является вот этот байк. Это самый быстрый, мощный, прокачанный сурон, который я видел вживую. Этот байк моего друга. Сегодня я на нем покатаюсь, потестирую и скажу свое личное мнение после стокового сурона. Какие у меня в первую очередь впечатления и что я вообще думаю об этом байке. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте вкратце пройдемся по его характеристикам. Батарея у нас на 72 вольты, 58 ампер часов. Контроллер у нас БАК 8000. Один из топовых для тюнинга сурона и доступных в первую очередь. 10 киловатт у него идет в эконом режиме. Ну, этот ЕП Extreme Power режим. Ну и, соответственно, спорт. В спорте он 15 киловатт мощности выдает. Подвеска у нас ДВО и передняя и задняя вилка. Работает очень хорошо, мне очень понравилось. Колеса у нас сликие. Сиденье нестандартное. Ну, стандартное, но перешито. Крышка кастомная, тормоза, холпы. И что? Ну, в принципе, наверное, все. Из интересного на нем задний ход стоит на кнопочку, нажимается. Очень прикольно. Ну, реально, просто прикольно. Настолько у меня такой темы нет. Выглядит очень здорово, взгляды цепляет. Я вчера на нем прокатился, сейчас поехал. Люди смотрят с интересом, особенно, когда ты начинаешь наваливать. Они просто в шоке. Да и я сам в шоке, честно говоря. Я не могу сейчас снять, как я езжу, замеряю. Потому что GoPro глюченое говно. Наверное, это последнее GoPro, которое я купил. У меня ночная пятерка, шестерка, семерка, восьмерка все были. И все они глючили. И в самые отважные моменты, когда нужно что-то снять, они не включаются. Вот сейчас прохладно, на улице 3 градуса. Она просто не запускается, что-то с батареей. Поэтому я сейчас поставлю телефон, запишу характеристики на трекер. И уже выложу, покажу, как оно. Если бы с урона был машиной, то это Поржу 911. Максимально сбалансированный, легкий, отточенный и быстрый. Что могу сказать? Если рассматривать этот мотоцикл в такой конфигурации для города, то это просто обалденно. Если его брать для бездорожья, по лесу кататься, то мощность у него просто излишняя. На мой взгляд, для леса 7-8 киловатт вообще с головой хватит. Но это мои ощущения, опять же. Этого байка я так немного... Ну, не боюсь, но адреналин у меня просто зашкаливает. Просто это нереальное ускорение. И ощущение. Электротяга, легкость байка. И причем чувствуешь на нем себя, как на тяжелом велосипеде. Такие вот дела. Бомба. Пошел, прокатился на стоковом варианте. И мне показалось, что он вообще не едет. И что-то с ним не так. На полном серьезе. Вот. Это сразу первое впечатление после этого байка. Ну, что, я взял второй мотоцикл, прокатился. И, в принципе, понял. Да, сток он едет таким образом. Нормально он едет. Но, по сравнению с той ракетой, едет слабо. Это грустно и печально. После тюнингованного Сурона садится на сток. Кажется, что он не едет вообще. Когда ты постоянно на нем катаешься, привыкаешь. В принципе, его мощность мне кажется нормальной. И, на самом-то деле, его потяги везде хватает. То есть, я катался, ну, два года у меня уже Сурона. И, в принципе, нормально. То есть, может быть, хотелось бы побольше, но хватает. То есть, я катаюсь, проблем не знаю. Но после вот этого сумасшествия, мне кажется, он вообще какой-то... Вообще не едет. И что-то с ним не так. Короче, не хотите портить себе настроение, не катайтесь на тюнингованных Суронах, если потом придется пересаживаться на сток. Что вы всегда будете думать потом об этом. И, хоть я до этого и говорил, что, типа, ну, не хочу Сурон тюнинговать. Но у меня в этом нет необходимости. Потому что я все-таки, как гид, езжу не очень быстро. Из-за безопасности. Вот. Но чисто для себя гонять по городу. Ну, и просто иметь такой байк. И, да, наверное, есть смысл тюнингануть, чтобы получать драйв. Потому что от бензинового мотоцикла не получишь этих удовольствий и плюсов, которыми обладает электробайк. А их у него очень много. Ну, и многие, я думаю, уже узнали это название, это имя. Да, это именно Генчуа. Он занимается тюнингом Сурона. Производством частным электробайков. Тюнингует, кастомизует, делает запчасти. Например, вот такие вот прекрасные защиты. Ставит контроллеры, делает батареи. То есть, все, что связано с тюнингом. Вот, оставлю ссылочки. Делает это очень грамотно. С Геной мы уже виделись первый раз на сходке. Вживую познакомились в Сочи. Вот, также я к нему ездил. Он мне помогал с ремонтом байка. Это человек в моих глазах профессионал. Я ему доверяю и, соответственно, вам рекомендую. И, собственно, результат его навыков вы видите вживую. Этот байк был его. Блин, моим другом. И, соответственно, такая вот пушечка. Все, ссылку на инстаграм и на ютуб оставляю. Обязательно посмотрите видео его. В том числе и про этот байк. И он подробно про него рассказывает. Вот такое вот видео. Если какие-то вопросы есть, задавайте в комментариях. Я думаю, как-нибудь поподробнее я еще сниму про этот мотоцикл. Именно сами по катухе. Вид от первого руля. Чтобы УПР меня подвела. Уже не знаю, в какой раз пора от нее избавляться. И, собственно, все. Спасибо за просмотр. Если вам понравился этот байк. Мне кажется, он не может, не нравится. Ставьте Лукаса. Всем до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok